О том, как важно соблюдать карантинные ограничения, мы поговорим с Полиной Гридженидзе, врачом-реаниматологом. Она сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Итак, школы в Азербайджане, в столице и в ряде городов закрываются из-за эпидемиологической ситуации. Насколько это поможет улучшить ситуацию и какие прогнозы можно сделать в этом направлении? Ну, я думаю, это очень правильное и верное решение, так как мы знаем, что дети являются переносчиками, бессимптомами, зачастую переносчиками инфекции, но они могут заразить членов семьи и как бы создается определенная эпидемиологическая ситуация, которая увеличивает число зараженных. Поэтому это абсолютно правильное решение, и я думаю, что это снизит все-таки нагрузку и уменьшит то количество зараженных, которое мы сейчас наблюдаем. В Азербайджане эпидемиологическая ситуация ухудшается, 2000 зараженных в день. Тем временем в Европе, где также большое количество зараженных, мы видим жесткие ограничения, серьезные локдауны, в то время как в Азербайджане только закрыли школу, транспорт по выходным не работает. Стоит ли нам ждать таких же жестких ограничений и насколько они оправданы в европейских странах, по вашему мнению? Нужно учитывать количество населения в странах Европы и в нашей стране. К счастью, мы не такая огромная страна с большим количеством населения, чтобы иметь определенный дефицит в количестве вакцин. Мы лидеры по странам СНГ среди вакцинации и я думаю, что на данный момент нет необходимости вводить строгий локдаун. Достаточно следовать существующим правилам и следует пропагандировать и ретроспектировать необходимость вакцинации среди всех групп населения, потому что зачастую мы наблюдаем антипрививочное движение и я сама мониторю соцсети и вижу, насколько люди негативно высказываются после любого интервью, после любых заявлений, связанных с вакцинацией, с обострением ситуации с коронавирусом. Все-таки следует проявить терпение и осознанность всей ситуации. Люди не понимают, насколько опасен этот вирус и пока они сами не сталкиваются непосредственно с этой проблемой, либо сталкиваются какие-то ближайшие родственники. Поэтому сейчас основной целью следует вести определенную пропаганду среди населения о необходимости этих мер, о коварности и тяжелом течении этого заболевания. Большое спасибо вам, как каналу, что вы постоянно связываетесь с различными экспертами, предоставляете разные мнения. Это очень хорошая площадка для дискуссии. Благодарю вас, спасибо вам. Спасибо. Еще вопрос про вакцинацию. На каком этапе сейчас находится вакцинация в Азербайджане и когда нам ждать, что большая часть населения будет провакцинирована, учитывая, сколько вакцин завезено и заказано в Азербайджан? Ну, наш руководитель подразделения ТАБИП, Амин Байрам, мы поставили определенные, очень амбициозные планы о вакцинировании 80% населения. Это наша спасительная, скажем так, цель, к которой мы будем стремиться идти, и это даст определенные свои эффекты и результаты. Количество вакцин завезено, но существует также определенный выбор, который будет делаться в зависимости от группы населения, в зависимости от сопутствующих заболеваний. У нас будет определенный выбор, колодцы либо спутником, либо астрозенекой. Очень хорошая вакцина, которая сейчас используется, которая дает возможность ревакцинации. Это тоже очень большой плюс. Это правильно выбранная стратегия изначально, что массовая вакцинация, первый этап вакцинации был проведен коронаваком, который, РНК, содержащий вакцина, который дает возможность в дальнейшем при необходимости проводить ревакцинацию. То есть, насколько я понимаю, новые вакцины других производителей дадут возможность в зависимости от состояния человека выбирать, какая вакцина подойдет лучше. То есть, в таком контексте будет выбираться вакцина. Ну да, почему? Потому что и среди населения существуют определенные приверженцы, либо, скажем так, кто-то хочет вакцинироваться строго европейскими производителями, пожалуйста, для этого есть астрозенека, кто-то появляется приверженцем российской вакцинационной школы, то для этого у нас в ближайшее время будет и спутник ВИ. Но, как человек, получивший уже две дозы коронавака, китайской вакцины, могу сказать... К сожалению, связь прервалась. Да, и я напомню, о вакцинации и эпидемиологической ситуации в Азербайджане мы говорили с врачом-реаниматологом Полиной Греженицей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!